здравствуйте уважаемые друзья с вами Алексей Кузьмичев сегодня у нас с вами будет очень интересный урок в котором я покажу вам как можно легко и быстро при помощи фотошопа добавить на вашу фотографию красивые блики света я также вам покажу два способа которые позволяют это сделать первый способ у нас будет заключаться в наложении специальных текстур и второй способ это создание бликов вручную при помощи кистей итак давайте начнем для работы нам с вами понадобится любая фотография желательно которая будет сделана около окна чтобы была возможность нарисовать красивые блики в данном случае у меня здесь есть вот такой вот купол как раз из которого мы с вами будем создавать лучи света также я подготовил две текстурки выглядят они вот таким вот образом я приложу их к данному видео уроку вы сможете скачать и попробовать уже на своих фотографиях итак первый способ у нас с вами заключается в наложении текстур поэтому давайте выберем какую-нибудь текстурку и наложим ее на нашу фотографию посмотрим что у нас получится копируем текстуру нажимаем ctrl a ctrl c и вставляем нашу фотографию нажимаем ctrl v вот таким образом при помощи свободного трансформирования ctrl t зажатой клавишей shift растягиваем ее так как нам нужно подгоняем под размер не переживайте если где-то у вас она будет вылазить за края в дальнейшем и все при помощи масочки под редактируем пока что делаем вот таким вот образом накладываем ее сюда нажимаем клавишу enter и меняем режим наложения данного слоя на экран вот как вы видите теперь чтобы у нас случае более сильно проявились нам с вами необходимо перейти в пункт изображение коррекция уровня и настроить уже здесь при помощи уровней контрастность нашей текстуры перетаскиваем средний ползунок и как видите что у нас изменяется если мы хотим их проявить более сильно то перетаскиваем ползуночек влево если хотим их ослабить то перетаскиваем вправо также необходимо использовать и ползуночек черный который позволяет менять контрастность и текстуры как вы видите вот таким образом я оставляю нажимаю здесь ok и теперь добавляю к данному слою маску щелкаем сюда чтобы добавить маску здесь есть два способа которые помогут нам стереть все ненужное с нашей фотографии первый способ заключается в том что мы при помощи черной кисточки стираем все ненужные границы да но мне этот способ не так нравится мне больше нравится сначала залить всю текстуру черным цветом выбираем маску текстуры и нажимаем альдер чтобы залить ее черным цветом и уже в дальнейшем по этой маске накладывать при помощи кисточки маски так как мне нужно вот таким вот образом как видите я начинаю открывать маску и у меня начинают проявляться те лучи которые мы с вами добавили вот таким вот образом я могу накладывать их туда куда мне нужно и полностью контролировать весь процесс вот все очень просто и элементарно как вы видите вот таким образом вы можете добавить лучи цвета при помощи обыкновенной текстурки как видите ничего сложного а и сейчас я покажу вам еще один не менее интересный способ уже добавление таких же лучей вручную пока что спрячем данную текстурку и создадим еще новый слой на котором белой кисточкой нарисуем вот такие вот маски нам с вами необходимо нарисовать что-то похожее вот на это примерно так теперь переходим в пункт фильтр выбираем здесь размытие в движении вот и выбираем угол для размытия такой чтобы он был по направлению наших лучей потому что если мы меняем угол на противоположную на своем получается а вот такая вот мазня что совершенно нам не нужно поэтому ставим угол вот такой вот и регулируем смещение до того момента пока результат нас с вами не будет устраивать в данном случае мне нравится вот так нажимаем ok и так же если нужно вы можете еще раз мыть дополнительно данную текстуру по гауссу переходим в фильтр размытия по гауссу и размываете здесь дополнительно нашу текстурку по гауссу если это необходимо в данном случае можно размыть ее чуть-чуть где-нибудь на 7 пикселей нажимаем ok и так же добавляем сюда маску заливаем ее сначала черным цветом и уже при помощи белой кисточки начинаем открывать в тех участках где нам это необходимо вот таким вот образом если эффект вам кажется слишком сильным то вы можете просто понизить прозрачность этого слоя до того момента пока результат вас не будет устраивать к примеру вот так вот так вот выглядит второй способ который позволит вам добавить блики света на вашу фотографию данный способ я предпочитаю использовать в довольно сложных случаях если необходимо нарисовать какие-то сложные блики там где текстуры это будет сделать неудобно в остальных случаях я предпочитаю использовать именно текстурки они побыстрее и поудобнее в работе ну а здесь уже какой способ выберете вы будет полностью зависеть от вас что вам больше нравится то и используйте ну и теперь давайте закончим обработку нашей фотографии я хочу акцентировать внимание на центре нашей композиции при помощи виньетки а также немножко тонировать снимок итак давайте это сделаем создаем корректирующий слой кривые выгибаем здесь кривую вот таким вот образом я поднимаю немножко точку черного чтобы появилась легкая дымка в тенях и теперь выгибаю кривую вот таким образом вниз вот примерно так закрываем данный корректирующий слой и теперь при помощи градиента который у нас будет от черного к белому стиль у которого радиальный мы заливаем маску вот таким вот образом из центра нашего купола градиентом вот примерно так даже можно чуть-чуть побольше вот и дополнительно я хочу пройтись при помощи черной кисточки по молодоженам чтобы сделать их более заметными здесь так выбираем черную кисть и проходимся по ним делаем их более заметными здесь вот примерно так и следующим шагом давайте создадим корректирующий слой уровнем и немножко тонируем наш снимок в данном случае переходим сначала в красный канал и перетаскиваем здесь ползуночек вправо чуть-чуть чтобы получить вот такой вот красноватый оттенок и то же самое делаем в синем ползуночке чуть-чуть смещаем вправо чтобы получить вот примерно такой результат закрываем данный корректирующий слой смотрим что у нас изменилось до и после как видите появилась легкая тонировка и также я хочу еще немножко усилить контраст для этого будем использовать корректирующий слой карта градиента градиент берем от черного к белому а ставим здесь инверсию если у вас изображение выглядит вот таким вот образом как у меня да и закрываем данный корректирующий слой режим наложения ставим мягкий свет понижаем прозрачность до того момента пока результат нас с вами не будет устраивать вот вот примерно до пятидесяти процентов я думаю ну и теперь все слои можно объединить в отдельную группу нажать комбинацию control g и посмотреть на финальный результат который у нас с вами получился и так вот фотография с которой мы с вами начинали работу и вот что у нас получилось в процессе данного видео урока я надеюсь данный урок вам будет полезен вы узнали из него что-то новое и сможете применить полученные знания на практике большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках